Добрый вечер дорогие друзья! Добрый вечер! Это же этапы жизни. В Окленде это было огромное достижение, но мы жили еще в России, и мы праздновали это достижение действительно как факт, что все три пары на пьедестале. Потом были другие, на мой взгляд, не менее значимые победы, когда три раза канадская пара, уже когда я работала здесь, в Америке, поднималась на пьедестал почета на мировом чемпионате. Они становились чемпионами мира? Нет, они не становились. Они стали только в этом году, но они стали четыре раза, прошу прощения, не три, а четыре раза на разных чемпионатах. Бронзовые призеры чемпионата мира. Это было колоссальное тоже достижение, потому что мы только начали свой путь с мужем в Америке, свой профессиональный путь. И в общем, так сказать, было масса проблем, связанных с языком, с работой другим менталитетом спортсменов. И это я приравниваю как очень большое достижение. Вы имеете в виду вот эту канадскую пару Борн и Кратц? Да. А вот они в этом году стали чемпионами мира? Они стали чемпионами мира. Вы с ними продолжаете работать? Они стали уже под вашим руководством или нет? Нет, мы с ними расстались, потому что у Шелин была травма ноги. И как-то пропущен был год, и за этот год много переосмыслилось. Им нужно было выйти из этого, так сказать, тупика бронзовых наград. Я должна была заняться уже новыми проектами, и мы остались очень близкими и верными, так сказать, друзьями. И я их, как раз, так сказать, то, что вы сказали, отношу к воспитанникам. Потому что, потратив энергию, тренерские знания, в общем-то, пять с половиной лет, я... Наташа, а вам не обидно, вот если только можно честно, что под вашим руководством они дальше бронзовое место не поднимались, а сейчас, став чемпионами мира, они как бы уже не ваши. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Так же, как мне не обидно, что Климово с Пономаренко в последний год не работали со мной, или Усова, Жулиным, я, так сказать, мало что делаю в их профессиональной карьере, хотя они как начали, так и закончили любительский спорт со мной. Знаете, я к этому отношусь очень просто. У меня вот мама врач, и она всегда говорит, Наташа, вот пришел больной, и ты его лечишь, и делаешь самое лучшее, что ты можешь сделать для него. А потом бывает другой больной. Понимаете, мне кажется, что я в спорте прожила такую какую-то странненькую жизнь для себя, потому что для меня, что из себя представляют спортсмены за рамкой ледовые, это имеет большое значение. Поэтому, так сказать, многие становились неинтересными, или просто, так сказать, я чувствовала, что я устала от этого, мне нужен новый проект, нужна новая энергия. Почему Климово и Пономаренко за полгода, сейчас вы скажете, относите вы их к своим ученикам или к своим воспитанникам, за полгода до Альбервилля ушли от вас к Тарасовой? Дело в том, что это, конечно, мои воспитанники, им отданы, вот боюсь быть не точно, то ли 15 лет, то ли 14 лет. Дело в том, что у меня были Усова-Жулина пары, пары того же уровня, того же класса. И я думаю, что за 14 лет, ну, люди, в общем-то, так сказать, не то, что надоедают друг другу, но что-то такое происходит, когда нужен новый толчок, новый глоток, так сказать, свежего воздуха, глоток воды, и люди, так сказать, могут снова, так сказать, сделать. И тренеру также это нужно. Какие у вас отношения с коллегами? В первую очередь, я имею в виду известных женщин, тренеров по фигурному катанию. Чайковская, Москвина, Тарасова. Только если вы хотите отделаться общими словами, тогда давайте я задам следующий вопрос. Сказать, что у нас со всеми нормальный, ровный, мы не пересекаемся. Это я мог вас об этом не спрашивать, сам сказать. Если да, то говорите, если нет, поедем дальше. Дело в том, что Москвину надо исключить из списка, потому что Тамара Москвина – тренер парного катания. Наши пути никогда с ней не пересекались. Я к Тамаре отношусь с большим уважением, потому что тренеров я делю на базовых, и тренеров, которые, так сказать, умеют схватить, довести, или подпудрить, подмазать и где-то встать у пьедестала. Так вот, Тамара совсем из другой области. Я совершенно не даю оценки Чайковской, я ее не так много знаю. Не даю оценки Леничук, хотя это моя первая ученица. А насчет Тарасова я могу сказать, что если бы не мои ученики, то, наверное, не было бы и Славы Тарасовой. То есть Тарасова относится, на ваш взгляд, к той категории тренера фигурного катания, которые умеют вовремя встать рядом с пьедесталом? Понимаете, тренер по фигурному катанию – это тренер, который с утра до вечера стоит на льду, и она не может только вдохнуть жизнь, или изобразить драму, или сделать еще этот тренер. Это тот, который может сделать все. Он может научить кататься, он может воспитать на льду спортсмена, он может заложить то, что потом приведет его к чемпионам. Я у Тарасовой абсолютно не критикую ее, и, наверное, она очень сильный тренер, у нее масса поклонников. Она не базовый тренер, она не взяла никого сначала и не довела до конца. Наташа, это благодаря тому, что у вас уже в Советском Союзе были сложные отношения не просто с Тарасовой, а с кланом Тарасовых. О вас ходило и много слухов, и вас пытались как-то оттащить от этого дела, и всякие выступления были против вас. То есть клан Тарасовых работал против вас еще в Советском Союзе? Знаете, я вообще не знаю, что такое клан Тарасов. Ну как, великий тренер по хоккею Анатолий Тарасов? Дело в том, что я всегда занималась собой. И вот, наверное, почему эти кланы или не кланы работали против меня? Потому что, чтобы мне продвинуться и стать, ну, так сказать, без ложной скромности тем, кем я стала в жизни, нужно было не отвлекаться, понимаете? И работать, работать, работать. И поэтому, так сказать, камни в кого-то другого я не кидала. А чтобы сделать, так сказать, принизить успех и возможности другого человека, на это находилось время, на это находились, как вы говорите, кланы. Я всегда помню замечательную поговорку. Идут два спутника, и один, так сказать, останавливается и отвечает, кидает камни на лай собак, а другой идет вперед. И вперед дойдет тот, который не отвечает. А дочка прославленного советского хоккеиста в жизни все переплелось, который играл у Тарасова, по-моему, играл он в ЦСКА, Анисина, Марина Анисина и ее французский партнер Пейзера обратились к вам за помощью перед чемпионатом мира, на котором они стали чемпионами. Вы долго с ними проработали? Дело в том, что они, в общем-то, не обратились. Марину мы знаем с детства. И когда Марина проиграла свой чемпионат мира, то у нас так вот как-то, знаете, два поезда ринулись навстречу друг друга. И я сказала, Марина, вот если я могу сказать, я бы тебе хотела бы сказать, почему, так сказать, и что нужно исправить. И они не выиграли чемпионат мира, когда я их консультировала, они выиграли олимпийские игры. Олимпийские игры? Да, в Солк-Лейк-Сити. А Чей-то Сахновский, израильская пара, сенсация. Третье место они ставили на прошлом чемпионате мира, стали бронзовыми призерами. С ними вы тоже работали довольно долго? Я работала год с ними. Это был интересный проект, потому что я увидела, как эта пара технически выросла, как в них появилась не только культура катания, но и культура тренировки. И как итог, я считаю, что вполне заслуженная бронзовая медаль. В скандалах всегда это интересно, немножко жарено, а вокруг вас они довольно часто происходят. Ну, как так получается рядом с вами? Ну, например, все западные средства массовой информации говорили нескончаемым потоком о разбитом счастье замечательных фигуристов, одними фигуристами. Пара Усова-Жулин и вот потом Оксана, которая увела мужа, пыталась стать кинозвездой в Голливуде. И, кстати, все продолжают жить в Америке. И те ваши ученики, и эти ваши ученики. И его нынешняя жена, Таня Навка, которая с успехом сейчас представляет Россию и стала четвертой в мире, она тоже моя ученица. Так кто кого у кого увел? Можно два слова? Почему и от чего получилось так, что вы с ними практически после этой истории прекратили работать? Дело в том, что вообще-то я готовилась к интервью или к разговору с вами как профессиональный тренер, а не тетя, которая исчерпала все свои резервы и теперь вспоминает скандалы. Но уж если вы затронули эту тему. Дело в том, что Майя с Сашей на наших глазах, на глазах меня и моего мужа, Семена Белезгейна, они женились. Они были счастливой супружеской парой. И когда я увидела такие, так сказать, около себя раздоры молодой семьи, неважно, кто это был, Оксана, Валя, Петя, то я это около себя, так сказать, не могла терпеть. Поэтому, чтобы сохранить семейное счастье молодых людей, иногда так бывает, что чашка начинает с трещинки, а потом ее, ну, склеить трудно, но что-то хотелось бы как более старшим людям сделать, я рассталась с Оксаной Грещук. Я считаю, что во всей этой истории виноват был и ее партнер Платов, потому что он, так сказать, не принял должной принципиальной позиции сказать, Оксана, остановись, или там, Саша, остановись. И потом также я рассталась и с Навкой, которая после Оксаны стала фавориткой Саши, а Саша еще не развелся с Маркой. Ой, какой у вас тяжелый характер. Значит, вы готовились к этой программе говорить о профессии. А ваша профессия, между прочим, связана с постоянными скандалами. Нет более скандального спорта, чем фигурное катание, потому что вид спорта абсолютно вкусовой, потому что плохая пара, может быть, представлена хорошей, и наоборот. Что происходило в Лейк-Плессиде? Сколько там пришлось заниматься как профессионал? В Солк-Лейк-Сити? В Солк-Лейк-Сити, да. Знаете, ну, во-первых, я не согласна с вашими формировками, что около разговора со мной все время как-то, так сказать, слово «скандал». Не рядом с вами, рядом с фигурным катанием. Это другой вопрос. Вообще скандалы обходили как-то меня стороной, потому что я никогда не подменяла свою жизнь и свою планку, которую я для себя поставила, принципы, и то, что, так сказать, происходило в спорте, и то, что мне не нравилось, и то, от чего я с легкостью отказывалась. Ну, что касается Солк-Лейк-Сити, я бы сказала так. Вот только что мы вернулись из Вашингтона, с чемпионата мира, и там был бесскандальный чемпионат, предположим, так, но выиграли его канадские спортсмены, Борн и Крац. Ваши воспитанники. Да. А в роли обиженных там оказались Лобачева с Авербухом, российская пара, которая и поднимала, и за нее поднимали этот скандал в Солк-Лейк-Сити, потому что там выиграла не канадская, так французская пара. Понимаете, поэтому я всегда так смотрю, что выигрывает все-таки в конечном счете сильнейший. И, в общем-то, в фигурном катании, хоть это вкусовщина, если можно сказать, это, так сказать, на телекамеру, она присутствует, безусловно. Но если ты выше на две головы, ты все равно прорвешься, ты все равно выиграешь. Если ты тренер или если ты спортсмен. Значит, не нужно было скандалов в Солк-Лейк-Сити, а нужно было спокойно сказать, да, Анисина Пизерат были лучшими. Я в это твердо верила, и для меня это, так сказать, однозначно. Наташа, а почему тогда так? Тренер, которая работала и выводила в люди и чемпионов мира, и чемпионов Олимпийских игр, и пары, которые практически стоят на самом верху пьедестала фигурного катания, вдруг начинает заниматься с парами, которые находятся в самом низу лестницы. Я знаю, что вы сейчас работаете с австралийцами, с китайцами. Почему вдруг с самого верха в самый низ? Что вдруг повело? Понимаете, меня ничего не повело. У меня совершенно другая жизнь в Америке. Я занимаюсь не только с парами. Я веду, так сказать, американский бизнес, когда я с удовольствием даю уроки. И могу и вам дать урок, если вы встанете на кайки. Не, 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 подучитесь, конечно. Это будет ваш самый плохой ученик. Дело в том, что вы же не мой воспитанник, а мой студент, ученик. Я с удовольствием даю уроки в Америке людям на разных уровнях. Это могут быть, так сказать, называемые адалсы. Это действительно очень большая группа людей в Америке, любителей фигурного катания, которые берут уроки. И это могут быть дети. Я знаю, что вы с детьми очень много работаете. Это могут быть спортсмены. И вот самое главное, сохранить тот профессионализм, как я его понимаю, что, давая урок, каждый раз знать, что твой ученик на своем уровне, он поднялся на маленькую ступенечку, но вверх. Поэтому, например, проект, который у нас есть, австралийский, я, например, счастлива. Я сначала, правда, на чемпионате мира не поняла. Подошел председатель федерации и так начал мне трясти и жать руку, что я подумала, что они завоевали какую-то медаль, по меньшей мере. Оказалось, что всю жизнь, так сказать, австралийское фигурное катание занимало последнее место танца на льду. И вдруг они опередили четыре страны. Значит, у них свой этап, свое достижение. Или китайский проект. Танцевальная пара всегда была в аутсайдерах. А теперь они из 29 пар, 17-е. И катали замечательно. Композицию, которую я сделала, на музыку, которую я очень люблю, шербургские зонтики. И катали так, что зал просто замер. Это было тоже моим достижением. Ваш муж, легендарный половец Семен Белецгейман, я знаю, что он вам помогает работать с парами, с вашими. У вас характер, я это уже понял, действительно тяжелый. С вами непросто, и ухо надо держать в остро. А Семен человек очень мягкий, интеллигентный и уступчивый. Вот я хотел спросить, на тренировках, как и в семье, вы все время первая? Дело в том, что если говорить о моем муже, и действительно я подтверждаю, что он великолепный спортсмен, замечательный человек, но, видимо, Виктор, неспортивная специфика ваших программ не дает вам возможность сделать вывод, что любой чемпион, будь то тренер, будь то спортсмен, это люди всегда тяжелые, потому что они не могут быть одинаковыми. И вот этот синтез, он делает наш союз, на мой взгляд, крепким. Я очень в это верю. Леночка, вы сейчас хотели сказать, что Семен Белесгейман тоже обладает тяжелым характером? Обязательно. Иначе бы он не был чемпионом. И моим мужем, понял. Я должна вам сказать, что он помогает, не сказать ничего. Потому что я никогда не подменял ни один свой результат отношением, помощи, надежности своей семьи. Это моя мама, это мой муж, это мой сын, и теперь это мой внук, который позвонил и сказал, бабушка, а я не знал, что тебя показывают по телевизору. Это вот тот самый внук, какую замечательную фотографию, которую вы сделали, где он стоит такой, как фермер такой, на ранчо. Ваша фотография? Да, я им подарила и сказала, и подписала, кто это по-английски, «Будущий президент» или «Будущий фермер». Понимаете, подчеркнув тем самым, что наша семья уже пустила американские корни. Увлеклись, я знаю, не только фотографией, но и живописью. Натюрморты рисуете? Дело в том, что натюрмортов я не дошла. Может быть, потому что я люблю фрукты, поэтому если я их выложу, я их просто съем. А цветы я люблю рисовать, но сказать, назвать это живописью сложно, хотя у меня уже прошли три аукциона, на которых люди с удовольствием покупали. Правда, с одной приставкой. Люди – любители фигурного катания, где меня знают. Наташ, сколько вы уже замужем за Биллсгейманом? Четверть века. Четверть века. Я знаю, что вы очень счастливая семья. Скажите, в спорте, так же, как в искусстве, это бывает довольно редко. Зависть коллег с этим тоже была связана по отношению и к вам, и к нему? Вы знаете, я никогда своих коллег, которые мне завидовали, не расспрашивала об этом. Ну, вы же чувствовали. Я уверена, что вообще зло человеческое, это не важно, фигурное катание, или это, так сказать, искусство, или это врачевание, или это инженерные дела, зло человеческое сопряжено с завистью. Поэтому, может быть, я никогда не допускала в свою семью очень близко людей, которые... Ну, как это объяснить? Вот мама моя всегда говорила, «Наташ, как у тебя мало подруг?» Я говорю, «Как мало?» «Мама, а ты?» «А как?» «А мой муж?» «А мой сын?» «А моя невестка?» Я считаю, что это большое счастье, что когда твои родственники, это твои главные друзья. Я правильно делаю вывод, что семья для Натальи Дубовой стоит не то, что на главном месте, а это самое основное, а все остальное намного дальше, включая профессиональную деятельность? Безусловно, один недостаток в моей семье, что они так все заражены всю жизнь моей профессиональной деятельностью, что это все смешалось. Я никак не могу им доказать, что все они гораздо важнее, чем моя профессиональная деятельность, потому что они все меня очень поддерживают, очень любят спорт в силу своих профессиональных вещей, или просто, так сказать, любви ко мне, вот, и как-то это все уживается вместе. Наташа, у нас осталось совсем мало времени, поскольку перед программой вы мне сказали, что вы эту программу смотрели по телевидению, вы знаете, что мы всегда заканчиваем стихами. Я думаю, что вы что-то приготовили, а если не приготовили, то вот, в общем, пора стихи читать. Судя по нашей беседе, это будет что-то очень лирическое. Дело в том, что я могу только сказать телезрителям, потому что у меня физкультурное образование, это будет определенным образом эскюз. Ну, что же сказать. С любимыми не расставайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда прощаетесь на миг. Ну, наверное, с ошибкой, я сказала. Неважно, когда уходите на миг, это не принципиально, потому что эти прекрасные стихи, я думаю, что все знают и помнят. Наташа, я вам очень благодарен за то, что вы пришли. Мне было очень приятно и интересно с вами познакомиться. Я вас отдельно благодарю за откровенность, потому что это встречается тоже не так уж часто. И я вам желаю, чтобы ваши пары продолжали занимать все пьедесталы. Судя по всему, я так понял, что вывести пары, скажем, Австралии и Китая на те места, на которые вам удалось их вывести, это не меньше творческой профессиональной победы, чем сделать чемпионов мира из россиян или канадцев. Поэтому творческих побед любых. Спасибо. Но главное, конечно, смотреть в будущее. Тогда все будет в порядке. Договорились. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что вы эти полчаса были с нами. До встречи через неделю. И будьте, пожалуйста, благополучны. Субтитры подогнал «Симон»!